Добрый день! Вчера я вас немножко помучил цитатами, какие были жалобы на сонливость повышенную. Я намеренно пошел на такой вариант, потому что многие считают, что все строится только на обдрушине, только на этих книгах. Я говорю, нет, Иисус тоже был Сын Божий и сделал не меньше. Единственное, что тексты, которые мы получаем от обдрушины, они более развернуты для современника. Это, можно больше сказать сейчас вот такими словами, обширная информация, чем 2000 лет назад людям, которые были пастухами, рыбаками. Представляете, что это для восприятия каких-то таких фраз, информации такой расширенной было сложно. Поэтому в основном были притчи. И я когда-то, начиная работать, одну такую притчу придумал, потому что была встреча с журналистами, и присутствовали люди, которые, помощник одного из митрополитов, ой, не митрополитов, или как называется? Патриот. Не главная лица, а не патриот, правильно, митрополит, помощник митрополита с супругой. И журналисты были, такие серьезные. И вот, когда вопрос о вере возник, я говорю, ну как вот человеку, который не верит в Бога, не понимает этой сути, он смеется над понятием потустороннее, что-то и так далее. Я говорю, знаете, наша цивилизация похожа на кротов. Кротов, они изначально слепые. И вот вдруг некоторая часть кротов, мало их было, но они были. У них вдруг зрение стало появляться при определенных усилиях над собой. И что они увидели? Они увидели голубое небо, зеленую траву, деревья, вообще тот богатый мир, который не дается слепым. И когда они начали слепым это рассказывать, те возмущения стали просто подпрыгивать. Вы что огородите? Это вас в психушку надо всех загнать. В общем, такая ярость пошла. И мы, и наши деды, и прадеды этого ничего не ведали, и прочее, прочее. Вот потому что такая категория, как цвет или движение, скажем, колышется деревья на ветру. То есть цвет, движение и прочее, прочее, все это недоступно кротам. И вдруг этот помощник, митрополит, мне так в сердцах сказал, я не крот. То есть я не обменял никого. Но я говорю, примерно происходит вот так. Когда люди начинают выходить на определенный уровень понимания и связи с потусторонним, а потусторонним назвать это неправильно. Потому что мы сами отделили себя от главных сфер этого мира. И находясь в материи, застряли из-за рассудка. Потому что рассудок способен оперировать и снимать информацию через глаза, уши и так далее. Обоняние только в материи. А вот рядом с нами существуют параллельные миры, которые тоже наши. Они нам приданы. И мы должны в них разобраться. Это наша задача, это смысл бытия. Ведь выполнение заповедей приводит только к открытию этих миров. А дальше исследовать их надо. Надо разобраться в конструкции их, взаимодействии этих сфер. Там свои закономерности. И все это лежит нетронуто нами. Поэтому мы, как цивилизация людей, провалили свою жизнь, провалили свою задачу. Мы ее не выполняем. И при этом умничаем, считаем, что у нас есть великая наука, великие какие-то там люди, сколько у нас гениев. И никакие гении, никакие науки не привели нас к этому открытию. Почему? Потому что нет веры. И вот сегодня я еще раз хочу рассказать о вере. Что это такое? И каким образом мы должны сохранять ее? И что она дает нам? Есть Творец, и есть человек, мы назовем, заблудший, блудный сын. Родина наша, духовный мир. И мы должны с нижней полочки подняться на верхнюю, то есть пересечь границу. Это все условный рисунок. На самом деле это всего лишь дитя. Вот как ребенок, который только родился, он не знает этого мира. Не говоря уже там о математике, или там физике, или еще каких-то науках. Он просто не знает речи. Он не понимает то, что перед ним. Он у папы, у мамы начинает, как только речь у него появляется, начинает спрашивать, что это такое? А что значит это слово? А что вот передо мной эта машина оказывается ей? То есть он учится жизни. И вот мы в данном случае еще хуже. То есть у нас ничего нет. И для того, чтобы человек стал сознательным, мы вертикально вверх подняться не можем. Почему? Излучение тут требует знаний, а мы не знаем. А для того, чтобы приобретать знания, вы сами видите, допустим, что творится с нашими детьми. Хотят они учиться. Почти никто не хочет учиться. Нет, дети, вот им неинтересно это. Редко в классе вот один-два человека, которые действительно учатся. Остальные вот им пофилонить бы, избежать бы урока. Там такая радость общая такая, когда учитель не пришел, и все. И я это знаю в своем детстве было. И сейчас это происходит. Почему? Называется это все лень. Нет мотивации. Человек еще в детстве не понимает, зачем ему надо. Ему кажется, что родители вот бубнят, бубнят, а на самом деле он обойдется без этого. Главное вот развлечься, поиграть, побегать и так далее, и так далее. Вот. Поэтому и здесь то же самое лень. Не хочет человек учиться, у него инертность. Инертность я мягко называю качество, лень. Поэтому, но при этом желание и есть, там лень такое по осознанию. Поэтому Господь нам и сказал, не сказал, а вернее, сделал так, что отправил нас путешествовать. Почему? Ведь дух, ему не нужно ни питания, не нужны никакие, он не боится ни холода, ему не нужен сон, ничего. Это вечный дух, но слабый. следовательно, отправили на нас сущностное, эфирное и в конце концов материя. Зачем? Ну, и нарисую обязательно вот эта сфера, она достаточно важна для нашего разговора, то, что называется астрал у экстрасенсов и то, что называется чувство, это область наших чувств, а дальше начинается область наших мыслей. Это две разные категории нашего общения с миром. Так вот, когда человек получил тело, то есть дух, вот это и есть человек, вот эти оболочки все, мы представлены в каждом из этих сфер, представлены своими оболочками. И вот эта оболочка из-за того, что произошло грехопадение и человек стал большим мозгом принимать этот мир в ущерб своей душе, мы постепенно теряли связь, а она была. Вот это и есть разговор о Еве, о Адаме, о грехопадении, о дереве, с которой сорвали запретный плод. Отсюда Люцифер, скажем, он нас не заставлял, ни Еву, ни Адама, быть такими, какими мы стали. Но он нашептывал, что Бог, он завистлив, он не хочет, что вы стали тоже богами. И начал раскачивать нас тщеславие, ему это удалось. Вот, если взять мозг, современная голова у нас примерно вот такая, есть большой мозг, левое, правое, полушария, есть базальные ганглии, есть там гипоталамус, таламус, доля гипофиза, не будут все подряд рисовать, мозжечок, воролевмоз, там, эпифиз, то есть структуры головного мозга. Так вот, большой мозг и малый, малый мозг, мозжечок, видите, такое уничижительное название, вот у нас когда-то был паритет между этой частью мозга и этой, они были примерно равны по массе. И представляете, сколько тысячи, тысячи, миллионов поколений, что вот эти, эта клеточная масса прирастала, рассудка, а это увидала, то есть она не воспользована, все меньше и меньше пользовались связью и все больше и больше пользовались интеллектом. В этом перекосе и состоит грехопадение. У человека, сатана, уговариваясь стать великим, вы думаете больше, зачем вы постоянно слушаете? Вы ведомы, а вы можете быть самостоятельными, вы будете хозяевами земли, вы догоните Творца и будете сами все творить. Человек этому поверил и проиграл. Вот, и об души об этом пишут, что через рассудок вас взяли в плен, в рабство, а люди никогда не искали сатану под покровом рассудка. Вот, и поэтому все попытки вывести человечество или хотя бы какую-то часть человечества на моральную стезю, как говорится, чтобы люди были порядочными, скажем так, ну, все, что с этим рифмуется, не удается, потому что с мозгом надо сначала его поставить на место. подчинение должно быть мозга верхним структурам, то есть человек сам, вот он человек, он должен командовать своим мозгом. А получилось так, что нас отрезали и мозг командует всем остальным. Говорит, да нет никакой там у тебя души, нет никакого Бога. и такие, к сожалению, большинство, можно сказать, материалистов, наверное, процентов 80-90, а из того остатка, может, там 10-15 процентов или 20 так называемых верующих, они верят в какие-то варианты, в такую религию, в такую этих религии не с числа. Те, которые не религии, есть секты всевозможнейшие, есть эзотерика, таких вот десятки тысяч направлений по земле. Вот, и Иисус, приходя 2000 лет назад, сказал, не с числа будет лжепророков и лженаставников. Многие будут моими именами называться, многие моими словами будут говорить. Про цитаты нам говорят их и в храмах, и везде, на слуху везде цитаты. Вот мы вчера их читали. Если их прочесть, просто читать, уснуть действительно можно, потому что нужно понимать глубокий духовный смысл, что в этой цитате заложено. Это же не просто звуковая волна какая-то на тебя давит, тебе приятно слышать, да, ты знаешь, что бабушка, дедушка нам говорили, что надо выполнять заповеди, что вот мы грешники, надо исправляться, нам все это говорят, говорят, надо, надо, надо. Правительство говорит, надо платить налоги, а многие из них сами не платят. Эти, нам выполняйте заповеди, сам их не выполняет. и вот это везде вал лицемерия на нас надвигается, но самое главное, человек, у которого немножко мозги работают и сердце живое еще, он видит, что наша жизнь, качество жизни сползает вниз, хуже становится, хуже, агрессии больше. Эта агрессия реализуется через каких-то правителей разных стран, начинается столкновение на уровне держав, и что получается? Погибают дети. И вот родители смотрят, подрастают мальчики и девочки, и они хотят, чтобы мальчики погибали в войне, в столкновении за чужие интересы, за какие-то фирмы, которые пытаются отобрать из одной страны и в другую перетащить богатство и так далее. То есть, об этом я не хочу увлекаться в эту сторону. Вот, просто из-за чего это происходит? Мамона, так называемая, прибыль, богатство. И не только богатство, а еще слава и власть. Потому что, когда человек набирает миллиарды, у него много, а куда их ему девать? С одной стороны, у него начинается что? Попытка влезть во власть. И причина, одна из причин, чтобы сохранить свои миллиарды, надо обязательно влезть во власть, иначе такие же жулики просто у тебя их отнимут. Сплошь и рядом. Как говорят, отжали у тебя бизнес, отжали у тебя. Обвиняют этого. Сами они намного хуже, может быть, но у них власть, и они отнимают утехку, пока власти поменьше. Отнимают эти деньги. Отсюда вся вот эта воровская братья пытается влезть любой ценой во власть с красивыми словами, с очень честными глазами. Обирает, 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 и при этом, если кто-то попытку делает, делать то же самое, они их обвиняют. Вы все воры, вы все коррупция, и так далее. Поэтому, когда коррупция борется с коррупцией, естественно, никогда ее не победит. Самих себя они не могут уложить. Так вот, получается, все из-за мозга. Мозг – это рациональный инструмент, он не ведает понятия совести, честности, и так далее. Здесь, в каких-то полушариях, наука пыталась найти, есть институт мозга, что вот тут где-то есть, возможно, и душа. А на самом деле, излучение, даже астральное излучение, то есть наши чувства, тоже не принадлежат к понятию душа. И мозг наш, то есть мышление, и чувства, это все лишь земля. Начинается душа выше астрала, то есть эфирная составляющая, ну, сущностная, я говорю, это оболочка, но самое главное, что это дух, вот он, бессознательный дух, он пришел понимать сначала этот мир материи, и если он здесь выиграет сражение, то есть он научится жить по законам этого мира, будет порядочным, честным, сильным, и тогда его начинает выпускать сюда. Ну, на самой ранней стадии человек заблудился. Еще раз говорю, произошло грехопадение, передний мозг за многие поколения обогнал задний мозг, тем самым, через эту радиостанцию, если можно сказать, нас держит в плену. А эта радиостанция действует только в пределах материи, самой грубой, и даже вот этот мир, астральные чувства, ему недоступен. Поэтому экстрасенцы, всякими ухищрениями, всевозможные, эзотерические фокусы и так далее, не сюда повыбирались, горделиво возвышаются над всеми, но у многих из них проблемы, у всех будут, некоторые пострадали, кто с ума сошел, кто болеет серьезно, потому что выйти за пределы физического мира без чистого, как бы, без чистой души невозможно. И Иисус сказал, никто, как только через меня, к Отцу Небесному не попадет, то есть выход туда, через заповеди. Почему? Ну, условно говоря, здесь как бы ангелы стоят, они говорят, грязных мы туда не пускаем. Вы этот мир изуродовали, вы что хотите, и там напачкать? Кто же вам даст это? Ведь, смотрите, эти миры, каким образом градация идет? Волна 300 тысяч кем-то в секунду составляет материальные скорости. Дальше скорости, выше тут нет в материи. В астральном мире примерно на 2 нуля, там примерно быстрее. А дальше еще быстрее, еще быстрее, еще быстрее, еще быстрее. Почему? Да потому, что чем ближе к источнику, тем более мощная волна, тем более она более яркая, насыщенная, давление и температура выше. Вот и наша точка плавления в теле, можно сказать, здесь, а наша точка плавления в духе, вот здесь, даже если мы самые развитые и самые чистые выйдем сюда, самые активные, вот наш потолок, выше не пойдешь. А многие и здесь пытаются еще не вытерев, извините за выражение, сопли, хотят стать богами. Полно таких. Почему? Тщеславие сумасшедшее, оно вот сюда бьет, а потом начинаются всевозможные онкологии и прочее, прочее. Одна из, одна из причин наших болезней, ведь не не житие по заповеди. Я много раз рисовал, что клетки наши состоят из электронов, протонов, нейтронов, и когда чистое излучение, это жизнь от бога, гармония идет, а мы ее искажаем, нарушая законы нравственности, всякие страхи, ревности, зависти и прочее, мы же уродуем свои клетки. И каким образом прийти к здоровью? Да выполняйте законы. Они достаточно простые, всего лишь наличие, воли, терпения, веры нужно. Почему веры? Потому что без веры сейчас невозможно изнутри пробиться через огромный мощный слой грязи. Это происходило миллионы и миллионы лет. Вы не представляете, какая это мощная туча. Вот она нас-то и скоро обрушится. Почему? Потому что Бог устал от нас. Терпение у Него, можно сказать, лопнуло. И посылая второго, после того, как убили Христа, Он сказал, что во время Его прихода будет суд. Но невозможно вести диалог с людьми, потому что все, что было послано к людям, они либо отвергли, либо убили. Тогда, как в притче про виноградники я вчера читал, когда хозяин посылает своего слугу, его убивает, еще одного слугу убивает, тогда он сына посылает и его убили. Это же говорится как раз о том, что происходило на земле в течение многих и многих тысячелетий. Так вот, что такое вера? Вера – это открытость Творцу. Вот человек, если он верит, только не здесь надо открываться и не здесь. Здесь одни помехи, потому что твой чувственный мир начинает брыкаться, твой рассудок начинает брыкаться. Но если у человека живой дух, какая-то ниточка еще здесь связывает нас, это и говорит еще живые духи. То есть, здесь наличие совести, наличие человеческого достоинства, который всегда знает, что моя честь важнее, чем любые заработки, чем любые какие-то коврижки, которые тебе предлагают жизнь. И вот, как раз, если человек еще живой, вот это надо раскачивать. И если тут вера есть, тогда формируется вот эта вот линия, то есть, идет поток света к тебе в ответ на что? В ответ на желание исправляться, реальное, внутреннее, серьезное желание исправить себя. Стыдно становится за такую жизнь, но человек не знает, как, потому что куда ни сунешься, везде тебе предлагают красивые теории, а практики не дают, а как это сделать? Везде в основе любой педагогической школы является главная методика. Каким образом это сделать? Конкретно. Некрасивые слова говорить, что вот кто-то это делал, есть святые и прочее, и прочее. Ну, хорошо, они были такие, а как они туда забрались, как они по этим ступеням шли, можно сказать. В основном предлагаются голодовки, читать книги святых, их мемуары, но люди многие читают, и они не находят ответа, а каким образом мне-то это сделать? У меня нет возможности уйти в какие-то леса, в степи, сесть там лет 20-30-40, пытаться жить по заповедям, но нет возможности. Ведь если предложить эту панацею, якобы, вот она какая, вот какие-то люди великие, писать, если мы все разбежимся по степям, по лесам, что будет с нашими странами, что будет с малыми детьми, кто будет инфраструктуру гордо какого-то содержать или так далее, кто будет хлеб сеять, это же абсурд. Поэтому вера, она что дает? Напоминаю, что творец дал нам право творить формы, он сам творец, и на духовном уровне мы тоже имеем право творить формы, мы наделили, это наше приданное. Так вот, вера, это тоже форма. Если я искренне душой верю, моя духовная форма, Господи, уважение, вера дает вот эту связь. Это очень важно понимать, потому что закон выбора, я вчера о нем говорил, говорит, человек сам должен выбрать Бога. Первый, не Бог должен выбрать человека, а Бог как бы он ждет. Выбираешь Бога, а что значит выбрать Бога? Начинай стремиться исправлять себя, контролируй себя, старайся не делать плохих поступков, слов не говорить, а ты же чувствуешь, что тебе начинает в мозг такое лезть и пытается опять принудить тебя что-то не то. Вот тогда что? Нужен контроль за чувствами и мыслями. Держи очаг помыслов в чистоте, нам тоже было сказано. А как это сделать? И вот опять надо голодать, надо желание все погасить, чтобы человек вообще ничего не желал. Я читал такие книги. Я думаю, хорошо, ну, еще как-то можно смирить свои аппетиты, не пить ничего такого, водичкой, все, там, еда, какие-то корешки пожевал, там, листики, еще что-нибудь нашел, репу выкопал, съел. Ну, как-то можно, да, усохнешь там и все, и все равно в голову тебе лезет и лезет, и лезет, и лезет, все равно что-то не то. Десятилетиями сидеть на этих репах, вот, еще раз говорю, для всех это невозможно, но ведь нам Слово Божие предлагает исправляться всем. Вот именно вера дает возможность. Вот эта туча, которая над нами висит, у каждого она персонально своя, но она сопряжена с тучами других людей, и в сумме это появляются такие сети, которые преодолеть без веры и без крещения невозможно, потому что вера дает первичную связь, а крещение соединяет человеческую волю с волей Божией, она бесконечна по своей силе, то есть мы приобретаем защиту, которая бесконечна, она не может проиграть тьме, тьма конечна, и распространяется только в материи грубой и в материи вот этой средней, как ее называют, средней грубости. И вот без веры человек проигрывает, из-за того, что его личная воля, если она закрыта, может даже хочет верить, но почему-то у него не получается, почему? Воля нужна, терпение нужно, сильное желание нужно, непрерывное, перманентное желание, чтобы ты действовал. Вот это и есть победа над ленью, если вы будете находить в себе эти элементы, воля передавливает, когда в мозг что-то лезет, и мне и сейчас это лезет, попытка столкнуть вот куда-то очень мощные потоки идут, потому что свет действует так, если ты находишься на таком уровне развития, тебе дают посильную ношу, то есть твоя карма на тебя наезжает, и наезжает из прошлого, но все, что лишнее, свет не дает тебя задавить, если бы не было света, то есть крещения, тебе просто не дали даже головы поднять, в том-то и дело, что ты можешь голову поднять и начинать движение хоть и против ветра в гору, но ты можешь идти, это дает вера и крещение, если человек добился уже таких каких-то уровней, тогда тьма его бьет и бьет и бьет, почему, потому что, Бог говорит, ты намного сильнее, чем тот, поэтому будь добр, выдержай в десятки раз больше нагрузку, если тебе не дать этой нагрузки, ты опять начнешь сползать вниз, идет мощнейший тренинг такой, и в этом есть разумность, мы же все, я напоминаю, инертны были, ленивы, чтобы разогнать эту лень и подняться человеку вот сюда, здесь не терпят никакой лени, никакой неяркости, толстлости и прочего, и прочего, здесь абсолютно чистые и очень сильные люди, правильно, люди здесь, духи, это здесь люди, мы еще людьми не были, мы только заготовки, которые пытаются стать людьми, почему, потому что закон Божий, пославного суда, научитесь быть людьми, и если вы не захотите жить по законам или не сможете, вы никакого отношения к понятию человека не имеете, вот только по образу и подобию будете тогда, когда вы начнете выполнять законы Божии, и тогда в вас реализуется вот эта матрица, вы являетесь матрицей закона, ведь что такое Дух Святой, который нас породил, это закон Божий, святая воля, и она в нас отпечатана, но мы ее не осознаем, то есть фактически это путь к самому себе, мы должны осознать себя, свой смысл жизни, а он очень значителен, это не только какие-то там познать ту химию и физику, вот этот мир весь наш, а мы застряли вот на этом пятачке из-за чего? из-за того, что подчинились рассудку, в этом и последствия грехопадения, а физиологическая его составляющая вот такая, что передний мозг не дает связи, вот каким образом происходит, что Можичок, он распечатывает образы, если впечатления от большого мозга слишком много, то он распечатывает только эти образы, сны мы видим рассудком, если человек начинает выходить сюда, у него верхний мир начинает формировать образы, и астральные, и выше, вот тогда, которые выше, это есть вещи сон, через сон можно предупредить человека, человек встает с ощущением либо тревоги, либо какой-то радости, и мы это знаем многие, я тоже встаю частенько и сажусь и начинаю разбираться, что же мне снилось и что мне полезного, можно извлечь из этого сна, и часто бывает, что полезного есть, значит, вы понимаете, да, что вера, это открытие врат вверх, и вера должна быть вот это, а не утверждение, человек может языком говорить, что он верит, чувство, он даже плакать может у икон, или где-то там плакать, вот эта чувственность, это еще не вера, и вот тут многие попадают, как бы жертвы от этого обмана, они думают, что они верят, на самом деле веры вот этой нет, это очень важный элемент, его надо понять, где и молись нам сказали, где это значит, будь добр, разделять вот эти понятия, ощущения, есть генерация духа, чувства, это генерация астральной оболочки нашей, мысли, это генерация мозга, причем, ничего этого самостоятельного нет, над всем этим воля Божия и на разных этажах нам дается жизнь, если воля Божия, может сказать, отключится, это все, что вытащить вилку из розетки, энергии нет никакой, и все, нас просто не существует, мы полностью зависимы от существа, от Творца, и мы должны это знать, и перестать кичиться, перестать вот это, жить в каком-то эгоистическом яйце, который никак не может проклюнуть и выбраться из него, как цыплята, которые так и застряли на уровне цыпленка. И вот борьба с рассудком, она попытки делали, но почему-то ни у кого толком не получалось. Я вчера как раз читал апостола Павла, почему он так писал? Потому что он тоже что-то пытался сделать, но у него не получалось. Доброго, которое хочу, делаю, злое, которое хочу, не делаю. Что мое сознание грешить не хочет. Ну, многие не хотят грешить, правильно? А как не грешить? А вот не получается. Он такой вывод сделал, что если у меня не получается, то сознание мое перед Богом чисто, плоть непобедима, грех воплоти, непобедима. Это стало, собственно, достоянием конфессии. Вот на самом деле, если мы не можем победить грех воплоти, тогда Бог говорит, ну, отсюда вы никогда и не выберетесь. А Земля и материальная часть мира, она постепенно движется к разложению. Она перезрела. И если мы не успеем выбраться до этого момента, мы разделим участь, что в Солнечной системе все будет обновлено. И начнется тут другая жизнь. Но надо право иметь на эту жизнь, чтобы уйти в эти миры. и возможно когда-то прийти сюда уже кто туда выберется, возможно, как помощник для того, чтобы какую-то новую цивилизацию поднимать. Так же, как приходил когда-то Авраам многие тысячи лет назад, приходил Моисей. Это Авраам был сотворенных, то есть это был абсолютно чистый дух, и он с миссии пришел когда-то в свой народ. И Моисей пришел, но он уже был первосотворенный. А потом в этот же народ пришел Сын Божий. Почему? Почему менялась сила? То есть ступени разные были. Сначала более низкий уровень, потом более высокий, а потом высший уровень пришел. Потому что тьма на земле нарастала. Все гуще и гуще вот эти тучи. Во время Авраама еще было терпимо. Во время Моисея уже настолько было черно, что он пришел и в ярости разбил таблицы и ушел. Потому что опять затлилили золотого цельца. И тогда приходит Сын Божий и ведет опять диалог. Его убивают тоже. Почему именно в этот народ долгие тысячи лет ходили? Потому что этот народ был издавна самый первый монотеист. То есть единственный народ, который способен понять был единого Бога. А вокруг были народы, которые были в то время, ну их называют язычники. Это многобожие. Политеизм. И получается, что по законоподобия, мы вчера тоже об этом говорили, по законоподобия Бог притягивается туда, где его поймут. Потому что смысла не было куда-то к аборигенам Австралии ехать. Ну и что он там добился бы? Поэтому Бог притягивается по законоподобия там, где есть души живые, которые могут принять и могут понять его хотя бы какая-то часть населения. Вот что произошло. Тем не менее верхушка духовная, которая всегда является врагом посланцев Божьих, она его и уничтожила. А потом все его ученики разбрелись, но они истинны, полноту истинной не владели. Потому что чтобы истинной владеть, это нужно долгие десятилетия, чтобы вырваться сюда и стать абсолютно устойчивым, чтобы никакой бес тебя не одолел, чтобы не тщеславия, не страха, ничего-ничего. Апостолы, вы сами видите по текстам, они этого не имели, даром получили, даром отдавайте. Отсюда опять этот народ остался без поводыря. Вот Иисус потом я читал такой текст, что говорит о Иерусалим, Иерусалим, сколько же я пытался собрать, он как Бог же говорил с ними, собрать под крыльями своих людей, как бы свой народ. Но вы же все отвергаете и отольется вам кровь от Авеля до Захарии, убитого мертвых жертвы и храмом. Потому что всех людей, которые пытались в Израиле и в Иудее нести как бы хоть какое-то слово, их убивали, Исаия был убит, Захария был убит, еще там кто-то, я уже не помню уж как до конца, но и ножом убивали, и камнями забрасывали и так далее, потому что правда на земле, особенно духовной верхушки никогда не была нужна. К сожалению, люди, которые не поняли сути религии и не являются высоконравственными существами, они постоянно захватывают власть, в том числе и духовную. и вынужден Бог посылать еще, посылать еще, посылать еще, и в конце концов, когда Иисуса Христа убили, Он сказал, хватит. Если вы как человечество не способны двигаться за Богом, который вам пришел, выше не бывает уже посланцев, тогда придет второй, и в этот момент будет суд. С вами никто больше сюсюкать не будет, не будет вам опять предлагать, все рассказывать и так далее. Придет и жестко предложит. Хотите быть с Богом, начинайте жить по заповедям, я помогу. Не хотите жить, не живите, воля ваша, ну и последствия вашего выбора тоже за вами. Вот связь веры и рассудка, именно это главный борец против нашей веры. Всегда, когда у человека он теряет веру, это рассудок. А контроль за рассудком, давайте поговорим об этом, раз уж мы обнаружили причину главную. В 94-м году, когда я пытался начать вот этот процесс, я столкнулся с тем, что мозг мой не хочет обслуживать вот эту тему. Я решаю свои инженерные задачи, как инженер, я решаю бытовые задачи, я не был лентяем, мне всегда нравилось сделать все быстро, аккуратно и отстало, чтобы это проблема. Зачем это ее тянуть, растягивать? взял, сделал, все, и можешь немножко отдохнуть. Есть еще какие-то, прям еще сделал, сделал, отдохни. Так же, как вот я смотрю сейчас, наверное, на своих детей там смотрел, я приходил домой со школы, на улице играют, там всякие игры, у нас игрушек почти не было в моем детстве, зато мы сами изобретали, палки кидали, городки там, камни, я знаю, все это было, и я приходил и слышу этот звук, как и дети играют, я сидел уроки, прям, у меня пирож горело, пирог какой был, не авторучка, а макать надо было, все, пишу, сделал, маме там или папе, я сделал все, нет, все сделал, все, ну иди, и я счастливый убегал, у меня время свободное было, вот и сейчас вижу, как вот сидят, ковыряются час, два, три, дом, ну не жаль, тебе времени жалко, что ж это такое, поэтому рассудок, я с ним столкнулся с самые первые часы начала работы, как только я начинаю диалог свой, внутренний, в чем я виноват перед Богом, вот, какие мои эмоции, мысли, там, поступки плохие, какие хорошие, то есть я должен был разделить, вот, и осознавать, в чем моя вина перед миром, перед Богом, перед самим собой, в конце концов, перед собственной душой, вот, и я знаю, что обиды у меня были, у меня не такие уже, они сильные, но были, раздражение нам больше было, страхов немножко было, ревности чуть-чуть, хотя я вот, неревнивый, я вот это все отслеживал, свежий, уныние бывает, и уныние бывает, когда припечатает что-то, сидишь, думаешь, что же за жизнь такая, много чего было, и тщеславие было, и вот как с этим бороться, попытка, ну вот, а у меня такое ощущение, в голове начинается свистопляс, какая-то такое лезет, раньше такого не было, вот, я не понимал, я же, мне никто не учил, мне никто не пытался наставить, как говорится, вот это делается так, и так, вот, но у меня что было, у меня была воля, у меня была такая, как сказать, настырность, я бью всегда в точку, пока не добьюсь, и даже удивлялись иногда по другим вопросам, что я мог поехать в совершенно безнадежную ситуацию, влезть, и добиваться, и у меня получалось, ну, как ты этого добился, потому что я хотел этого, желание сильное, и реализация, то есть бей, бей в одну точку, тогда получится, и вот здесь мне эти качества пригодились, что я, значит, пытаюсь понять, а мне не дает мозг, и когда я побился так, день, два, три, четыре, я начинаю понимать, вывод такой, значит, мои мозги мне не принадлежат, если я своим желанием не могу заставить их разбираться с Богом, что такое я, и каким образом я виноват, почему, а мне этого не дается, мне такая, говорю, начинается, непонятно что, тогда я думаю, хорошо, сдаваться мы не будем, вспомнил одну книгу, я много фантастики читал, когда экстрасенсы было трех уровней, и экстрасенс второго уровня, то есть среднего уровня, убил человека, вот, и он знал, что его по горизонтали прощелкать никто не может, но экстрасенсы первого уровня, там, по-моему, Эсперы назывались, Эспер первый, они могли его просканировать, скажем так, привести к суду, и он думает, что делать, и придумал, пошел в музыкальную лавку, послушал несколько песен, какой-то шлягер, такой забойный, о, вот это мне нужно, прокрутили, прокрутили ему, он его записал, мы же, да, можем музыку, слышим, мы ее потом воспроизводим, вот это записал, и как только он чувствовал, что в него влазит кто-то своим сканером, он включал вот этот мотив, и не могли с ним ничего сделать, я говорю, о, попробуем, понимаете, у человека, мне 46 лет тогда было, я был руководителем гидросоставительной организации, что только у меня не было, и вдруг я начинаю в эти игры играть, никому, естественно, не говорил, потому что люди скажут, ты это, дежавю, вот это все молча, тихо, тайно, пошел процесс, я добился первых результатов, потом, я чувствую, что надо как-то менять тактику, и вот тогда я, сидя с карандашом, у меня почему-то отрисование начало открываться, я думаю, ну вот карандаш еще состоит, дерево, грифель, краска, которая покрашена, какой-то там дизайнер изобрел именно вот это, выиграл там тендер, что именно вот такой будет карандаш, где-то краски смешиваются, технология изготовления красок, вот, допустим, Мария знает, как делаются краски, лесорубы, где-то рубят лес, обрубают сучьи, все эти так, трактор, трилевочник тащит куда-то, я почему это говорю, создание, грифель, это порошковая технология, где-то что-то, вот этот графит, растирают до пудры, потом его клеющий состав, состав, который дает определенную твердость или мягкость, все вот это вот технология, когда я начинаю все это в образах представлять, как это делается, что это такое? Это же технология, правильно? Операция за операцией идет, мы знаем, что после этой операции это, 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 поэтому я и советовал потом людям, говорю, вы знаете какие-то технологические процессы, которые вам знакомы? даже вот просто приехать из дома на работу, полностью все ключ, лифт, там машины или метро, или автомежно, главное, что вы быстро, в течение, 20-30 секунд, в образах добираетесь до работы, за эти 20-30 секунд, бесы не могут в вас войти, в ваш мозг, почему? А у вас очень хорошо, плотно уложены эпизоды за эпизодом, вот что такое технология в образах, но она не проиграет только в одном случае, если есть крещение, еще раз говорю, без крестной силы вас задавит вот эта тьма, а крестная сила не дает задавить человека, если ты, конечно, к ней идешь, закон выбора срабатывает, если я верю в Бога искренне душой, вот как дитё, не будете как дети, не войдете в Царство Небесное, вот я стал дитём буквально, я поверил, а что дальше? А дальше надо работать, если я начинаю сокращать свои грехи, у меня меньше страхов, меньше там обид, меньше того, меньше того, тем самым я начинаю меняться в лучшую сторону, а мы как на предметом стёклышке у Господа Бога, Его воля нас пронизывает, почему она называется Иммануил, это с нами Бог по-еврейски, и Он с нами всегда через наш Дух, и любые колебания души, твоя нечистоплотность, попытка схитрить или что-то, мгновенно всё это видится, и только честность, вот как ребёнок, просто и ясно, если ты идёшь без всяких вот затемнений, как говорится, и искажений, ты этого хочешь, и ты это делаешь, то есть намерения твои превращаются в реальные результаты, только это и есть движение к Богу, другого движения не бывает, остальное всё это болтовня, пустопорожная, какими бы красивыми фразами человек ни говорил, как бы у глаза не светились честным таким блеском, бесполезно всё это, и вот после того, как я начал наводить порядок, собственно, в рассудке, я вдруг неожиданно приходить стал к очень поразительным результатам, думаю, так это же так просто, помните, я рисовал, что прошлое и будущее, вчера, если я наследил, напачкал этот мир, я же грешник, да, я честно, я грешник, значит, каждый грех требует искупления по закону, что ты сеешь конкретно, то ты и пожнёшь, хорошо, если это так, вдруг мне делают пакость, в том числе иногда и мои, даже друзья так называемые, я от обиды задыхаться начинаю, я не ожидал, ладно, это посторонние какие-то, а это человек, которым я верил, и вдруг такой удар, и вот я говорю, ну что ж, вот не зарывай свой талант в землю, ты же знаешь, что обиды греха, почему, потому что обижаться на человека, который принёс тебе искупительный момент, Бог сделал из этого человека инструмент, и он мне сделал пакость, следовательно, я её заслужил, если в прошлом у меня есть грех, а сейчас на меня падает последствия моего греха, что я должен делать, если я человек честный и верующий, то есть если я верю в Бога и в закон, тогда я начинаю осмыслять, что последствия я должен принять, почему, ну преступник должен всё-таки каяться, сказать, я не буду больше, ну а наказание-то, если ты, скажем, украл там что-то, ну отсиди хотя бы полгода за решёткой, потому что положено так, и вот верхний закон, его же не купишь, он не продаётся, и я это стал осознавать, и думаю, ну почему же люди, что они этого не видят, что ли, мне так странно было, а потом я сообразил, а неужели вот все люди, вот под гнётом собственного рассудка, под гнётом той лжи, которую через рассудок нам бесы вдувают, я сначала этих таких обобщающих выводов не делал, думаю, я только начал, я ещё только проклюнулся, уже какие-то выводы, я не буду спешить, давай будем разбираться с собой, вот со своим бревном, когда стало получаться больше, то есть, я смотрю, у меня сокращается, первое, что я победил, это страх, за один месяц вырубил страх, причём мне это было сказано, первое, что ты должен победить, это страх, мне это удалось, в апреле 1994 года, вот один месяц у меня ушёл, и мне даже картина пришла, прям, я сижу, так неожиданно появляется образ, такая роза красивая, как будто она световая из света, и в этой розе внутри лежит маленький такой ребёнок, перебирает ножками, ручками, такой красивый, и я смотрю, что это такое, мне говорят, это рождение твоей веры, оно теперь настоящее у тебя, а то ты, как говорится, есть априори, до опыта, ты предположил, что есть Бог, если есть Бог, значит, есть закон, я ещё не знаю, есть ли они, но я попытаюсь жить так, как предложил когда-то Иисус, но я начинаю так делать, у меня начинает получаться, ну и сначала, что я связал бесов в своей голове, они перестали командовать мной, это очень важный элемент, его никогда никто нигде не давал, вот в чём дело-то, начинается с того, что надо рассудок починить, ещё раз говорю, душе, только тогда начинает получаться, вот, и какое-то время я пожил так, ещё несколько месяцев прошло, вот я смотрю, я начинаю выздоравливать, у меня постепенно начинает формироваться, какая-то радость вот здесь, и я тогда сказал, а ведь Бог сильнее тьмы, следовательно, если я иду к Богу, я чувствую, я меняюсь в лучшую сторону, значит, я всё-таки в пути, и если это так, а чего тогда бояться вообще, значит, мы будем победителями, сколько бы нас ни было, 10 человек, 40 человек, или 20 миллионов на Земле, таких будет, мы же победители, мы победим, потому что с нами Бог, а вот этот пятачок материи, его просто снесут, как каким-то цунами, и ничего от него не останется, это всё временное наше пребывание здесь, это всё временно, а мы вечные, дух человеческий вечен, и у него смерти вообще не бывает, это всего лишь мы кочуем из тела в тело, через какие-то жизни, то есть инконрации, как их называют, почему, да потому что, если человек за одну жизнь, так и не дошёл, как говорится, до истины, что делать и как, ему даётся второе пришествие, можно сказать, он приходит второй раз, потом иногда третий, четвёртый, то есть мы как минимум несколько жизней на Земле прожили, вот, и какой спасительный круг нам даётся при каждом варианте рождения, вот это прекрасно описывает Абдуршин, что когда ребёнок дорастает до полового созревания, это где-то начинается, вот так это подниматься, 12-13 лет, 14-15, вот этот пубертатный период, так скажем, вы же знаете у своих детей, они резко начинают меняться, многие из них получают какие-то неожиданные болезни, ни с того ни с сего, почему, а потому что в этот момент в права вступает карма, прошлое, потому что человек, получив способность любить другое существо, у него дух открывается, а значит, и последствия его решений за ним, то есть он становится лично ответственным за своё прошлое, с этого момента с ребёнком можно вести диалог на духовные темы, естественно, понемножечку, в зависимости от его способностей и так далее, это очень важно, чтобы наш ребёнок постепенно поднимался вместе с нами, а тогда он не будет у нас изгоем, как говорится, мы такие, а он такой, не надо упускать его, чтобы командовала улица или всё, что происходит в мире, на него наваливаются бесы, такие же, как и на нас, причём иногда и больше, почему, если родители идут, а ребёнка ты не можешь вытащить, тогда в него в голову такое входит, там просто жизнь начинает портить, и вот там разные варианты бывают, и вот когда прошло примерно полгода, я к тому времени научился работать формами, вот, и думаю, если я выполняю заповеди, пытаюсь, вернее, выполнить, значит, мне надо Библию почитать, и мне почему-то приходит, я этот тембр знаю, это не слова, у кого есть такой опыт мистический, как говорится, когда приходит что-то внутрь, как говорится, не делай этого, я думаю, почему не делать, ведь Библия же многое может мне объяснить, и мне опять, ты этого сейчас не поймёшь, тебе Библию читать рано, я послушался, потому что вот я тот, как тот козлёнок, который слышит, когда мама говорит тебе, а когда тебе говорит бес, у меня уже сепаратор этот появился тогда, я перестал слушать бесов, они иногда маскируются, подсветы тоже пытаются мне что-то говорить, и тогда я вот этим ощущением, нет, вот это не мама, а вот это мама, это очень важно, приобрести вот это качество, отделять тёмное от светлого, и я когда иду по этому, проверяю, что в конечном итоге мой выбор правильный, потому что я продолжаю подниматься, и потом осознаю, что мне предлагалось, что я не понимал теоретически, оказывается, это провал, и думаю, какое же счастье, когда всё-таки Бог с тобой, когда тебе не дают утопить, я ещё слабое дитя, я только-только начинаю ползти, вот перебирать ручками и ножками в сторону света, вот, и тогда я стал молитву понимать, я и раньше знал, Господи, отведи от искушения, избавь от лукавого, то есть я пока слабый христианин, мне пока ещё невозможно самостоятельно двигаться вперёд, мне нужны толчки каких-то событий, может, даже неприятости, чтобы подтолкнуть меня, и многое другое, я вступил в этот диалог с жизнью, и что дальше? Я послушался, я Библию не стал читать, и только спустя несколько лет, уже где-то лет, наверное, пять прошло, может, я сейчас уже точно не помню, когда мне очень захотелось читать Библию, да что ж такое, и мне говорят, ну попробуй, я беру Библию в руки, Новый Завет читаю, скажем, потом я Ветхий Завет читал, но Новый Завет меня больше интересовал, поскольку это, как бы, христианство, начинаю читать, и вижу, что мне одни слова очень радуют, они как-то как расширение идёт, мне хорошо от них, а другие слова мне наоборот как-то сдавливают, я их, не влазят они в меня, и я тогда помолился, поехал даже в монастырь, потому что это было очень важно, и запросил там, стоя около статуи Христа, говорю, Господи, почему это происходит, что со мной? Я говорю, то, что Тебе радует, это истина, а то, что Тебе не радует, это ложь, которую приплели, и перетолковали Иисуса Христа, это неправда. И вот тогда я понял, что появился вот тогда мощный сепаратор, который отделяет правду от неправды, и вот так строились мои ступени, постепенно, месяц за месяцем, год за годом, ни одного месяца, ни одного дня я не могу назвать лёгким, ни одного, но я привык к этим тяготам, потому что я когда втянулся уже, потом мне говорю, я не хочу другой жизни, потому что дух твой крепнет, воля твоя сильнее становится с каждым днём, и я чувствую, качество жизни меняется, это всё равно как в бою, я вижу, победа будет, я не могу точно определить дату, но я знаю, что она есть впереди, и я хочу дойти до неё, потому что за этим, за этим рубежом нормальная жизнь, но я думаю, а у меня есть желание другим это отдавать, мне говорят, отдавай, но сначала будь прочным, потому что если ты говоришь, что не боишься, страх у тебя не должно быть, если ты говоришь, не ревнуешь, ревности не должно быть, если ты говоришь, что грех, обида или раздражение, у тебя этого не должно быть, только тогда сила слова твоего будет такой пробойной, тебя поймут на уровне нерассудка, тебя поймут и здесь, и здесь, и здесь, потому что перед тобой люди, которые имеют те же самые составляющие, что и ты, если священник имеет вот эту тучу, он своими грехами не справился, он сам отрезан от цвета, его слова те же самые, но они вот здесь, вот по верхним этажам, не действуют, там молчание, почему, ну потому что ему мешает вот эта ложь, которую он не победил, он зовет людей заповеди выполнять, а сам их не делает, тем самым, Бог ему не дает той силы слова, которая у того человека, который это говорит и делает, в этом разница, поэтому многие мне говорили, а можно нам там кому-то, кому-то чего-то, да пожалуйста, только вы сверьте свои возможности, почему, говорит, нас не слушают, даже дома, там еще где-то, потому что, во-первых, дома нет пророка в своей семье и в своем Отечестве, так Иисус говорил, во-вторых, чтобы воспитывать другого, вы должны приобрести те обертона духовные, которые нам не хватает, только тогда сила вашего слова способна поднять еще кого-то, ведь я, когда начал к людям обращаться, я видел, что, скажем, из сотни, две, три людей, которые через меня прошли, я тогда лекции еще не читал, первый там год-два, а вел, как диалог ко мне приходили люди, за помощью, все, я со многими беседовал, и из этих, может, несколько сот человек, может, два или три человека только как бы пошли на этот путь, и я думаю, как же так, опять же, помолился, Господи, ну почему люди, я им все объяснил, разжевал, помог им, они вот от болезни избавились, я им объяснил, почему они избавились, все рассказал, а они не идут, и у меня такая горечь какая-то была, зачем тогда, и у меня такой текст пошел, ты хочешь что, больше Христа сделать, мне так стыдно стало, он же тоже обращался к тысячам, а за ним шли единицы, я это вспомнил, думал, да, а самое первое видение, которое было, при попытке пропаганды заняться, я тогда жил в гостинице Минск, на Тверской, потому что у меня квартиры не было, как, помните, доктор Равик, из романа Ремарка, в гостинице прожил два года, вот, и, думаю, как бы надо к людям обратиться, все это рассказать, месяца два или три прошло всего, и мне вдруг показали картинку, мне очень часто эти картинки показывают, что я иду голый по Тверской, и призываю людей, я сразу понял суть, ты сам еще никто, ты сам пустой, тебе ничего нет, чего ты предложишь людям, и мне осталось, я стал над собой смеяться, думаю, это полезно, вот, и очень часто меня ставили на место, вот, именно такие образы, вот, бывают образы, которые, наоборот, тебя веселят, когда мне очень тяжело, когда уже настолько припечатают, он тебе как бетонная плита, я уже не могу, мне тяжело, у меня, по-моему, температура где-то под 40, а я веду прием, люди заходят, а мне как, есть такое понятие, в боксе гроги, когда тебе дадут хорошо, и ты почти теряешь сознание, но пытаешься устоять, вот, и у меня вот такое состояние, я сажусь, какая-то женщина заходит, и думаю, я ее лечу, а я уже сам ее плыву, уже думаю, надо все-таки закончить, с ней работу, мне стыдно, и вдруг такая картинка, я работал в ней, что-то с кровью было, лимфоциты, лейкоциты, какая-то нехватка там была, я их восстанавливаю постепенно, вот, и настолько увлекся, что я потерял контроль за процессом, и вдруг смотрю, как по ней такое сбегает маленькое существо, и пробежал, встал между нами, а мы два кресла, и говорит, товарищ командир, лейкоциты по вашему приказанию построены, я сразу очнулся, и говорю, так я же не с лейкоцитами, я с лимфоцитами работал, тьфу, лимфоциты, мне так смешно стало, такое ощущение, что температура стала сползать в меня, и все, вот так вот свет помогает, в трудную минуту, сколько раз я получал эту помощь, вот, я всегда настолько искренне благодарен творцу, что вот он меня не забыл, что он мне дал возможность подняться с колен, что дает мне возможность, в том числе, работать в адрес других людей, я очень благодарен этому, и вот, и возраст такой, что мне, вроде, думал, что идет к какому-то закату, а у меня наоборот, начинает такое внутреннее цветение, позднее, как у Чехова, цветы запоздалые, ну и что, вот, то есть, все нормально, все можно пожить, и даже если какой-то конец придет, главное, что в этой жизни что-то произошло такое хорошее, что эта жизнь попусту не прошла, уже очень здорово, что весь остаток жизни пройдет в позитив, то есть, ты выйдешь на какой-то уровень, вот, и мне радует, что у многих людей судьба меняется, из-за того, что они приняли это все, и у них получается движение, мы вчера не очень говорили про закон движения, я сейчас могу проиллюстрировать, что вы знаете, если человек не движется телом, у него очень быстро дыхают мышцы, он становится дряблым, еле-еле движется, начинается дисфункция многих органов, не говоря уже о мышцах, второе, возьмите пример вода, если быстрый поток, он никогда не зацветет, а цветет только что, вода, которая на равнине остановилась, постояла, и начинается болото, то есть, камыш появился, и запах появился в конечном году, вода протухла, вот это с нами и происходит, если нет движения, в данном случае в духе, дух увядает, ему нужно что, ему постоянно движение нужно, и мышцы должны двигаться, и рассудок, интеллект должен постоянно приобретать какие-то новые знания, и дух должен двигаться, если все три ипостаси, не ленивы, это очень здорово, но в первую очередь, всегда дух, я тоже где-то местами, мне вот не хотелось что-то сделать, как только духовное у меня стало доминировать, оно не позволяет мне, нигде про буксовки никакой, малейшего чувства вперед, никаких остановок, то есть, командир у меня такой, он не дает мне расслабиться, вот, и от этого жизнь такая, приобретает немножко другие краски, значит, про рассудок и про веру мне говорили, еще раз могу сказать, что вере мешает отсутствие воли и терпения, в основном, желание у многих, поэтому, если есть воля и терпение, будьте добры задействовать их, если не получается сегодня, но вы бьете и бьете, ваша воля, если она в тренинге, она постепенно, что, растает, и то, что не получится сегодня, может быть, получится через полгода, не ждите быстрых успехов, если у вас такая, немножко слабинка есть, почему, но это путь долгий, допустим, взять даже, поминаем ему часто, Сергия Родонежского, он несколько десятков лет, строил свою личность, и только потом к нему стали обращаться, как к такому авторитету духовному, с округи стали приходить, и он давал это, потому что его сила слова была велика, это, на Руси тогда, это был пик духовности, я уже об этом говорил, а потом постепенно это все стало сползать, так вот, наша задача выращивать все свои качества, если кому-то на сей момент не удалось этого сделать, пока врата не закрыты, нужно изо всех сил работать, то есть бить и бить в эту точку, воля и вера не позволяют нас утопить, потому что воля – это сила духа, двигатель наш, я часто привожу авиационный пример, что самолет летит за счет только тяги двигателя, с такой скоростью крылья, это угол атаки называется, с такой силой, самолет, с такой скоростью летит, что давление воздуха на крыло и разреженность за крылом, перепад давления создают подъемную силу, хотя ему там может 200 тонн весить, или сколько, видите, один двигатель, поэтому наша воля должна быть настолько сильна, чтобы наш тяжелый груз тела поднять в воздух, к свету, вот что происходит, такая вот аналогия, и пока эта воля слабая, мы не поднимемся, мы должны передавить тьму, а как ее передавить, когда ее столько много, если вы работаете по максимуму, то есть вот ваш максимум, а воля вот так, нет, нет, свет к вам не идет, но когда вы до максимума дошли, я делаю все, что могу, Бог говорит, ну наконец-то ты все понял, принцип, и я с тобой, а если ты вот так действуешь, Бог говорит, ты можешь делать, но не делаешь, ты лентяй, не нужен мне, и только когда ты добиваешься, вот так вот тогда Бог с тобой, почему, кто занимался хоть немножко спортом, особенно пытался где-то на каких-то соревнованиях что-то добиться, каким образом человек добивается и становится чемпионом, хоть в своем районе или в своем городе тренируется, и так, и так, и так, и чувствует, ну все, я уже изнемогаю, я проиграю, я знаю, что два, и есть конкурента, которые сильнее меня, я их должен обогнать, и опять до седьмого пота, человек тренируется, взаимность, кто он, легкотлет, или там еще кто-то, он постоянно, у него цель, у него цель высокая, хочу, вот тут то же самое, только там всего лишь можно проиграть чемпионат, а здесь мы проигрываем свою жизнь, причем жизнь вечную, мы не сможем стать сознательными, потому что мы не пытаемся ими стать, сознательными, это значит, прежде всего выполнить заповеди, то есть стать высоконравственным человеком, и только тогда открываются врата в верхние миры, это есть ключ, а не отмычка, как дают эзотерики, Иисус сказал, никто, как только через меня, то есть, через выполнение слова, можно сказать, он был Словом Божьем, никто не придет к Отцу, и вот мы так и должны делать, ведь, собственно, в сути религии, привести человека к Богу, любой, а если к человеку к Богу эта конфессия не приводит, она не понятие религии, нет в ней, потому что религия переводится восстановление связи, лига – это связь, это союз, лига наций, союз наций, следовательно, если у нас союз с Богом не формируется, а сформироваться он может только при одном условии, если мы выполняем законы, Бог есть закон, и Он требует от своего дитя выполнения законов, если ты не готов или не делаешь это, ты преступник перед Децом Божьим, ты пачкаешь этот мир, какая же может быть связь, кто же тебя выпустит в верхние миры, следует, ты с грязными ногами там все изуродуешь, ты здесь-то уже планету довел до крайнего состояния, вот и все, что еще можно сказать по этому поводу, если хотите, можем немножко вопросы, может какие-то конкретные непонимания есть, я постараюсь ответить, да. Вы рассказывали, что вы применили концентрацию для того, чтобы исследовать вопросы религии, в частности ошибки или отклонения от христианства, и вот сегодня же вы рассказали, что вас какой-то человек обидел, и вы применили логику, что он инструмент и так далее, так вот в каких случаях надо применять концентрацию, я же, например, я не исследую вопросы религии. Хорошо, я понял вопрос. Ну, во-первых, я сразу цель не ставил, такую высокую, чтобы исследовать христианство, и так далее, всего лишь диалог первый мой, я хочу быть здоровым и счастливым человеком, мне говорят, это все? Нет, я говорю, я хочу, чтобы нашей страной правили порядочные и профессионалы, порядочные люди, профессионалы, тогда наша страна расцветет, кто же не хочет этого? Мне говорят, все, я хотел бы, чтобы во всем мире страны перестали между собой воевать, и люди друг другу улыбались, неважно, какой они нации, какого цвета кожи, какая разница, главный человек был хороший, и мне тогда сказали, что это путь такой достаточно серьезный, ты можешь погибнуть, вот, и рассудок потерять можешь, я говорю, я не боюсь, а мне говорят, боишься, врешь, потому что выгод люди, к сожалению, декларируете одно, вот, намерения у вас вторые, а действия третьи, это попробуй собрать все в единый вектор и направить в правильную сторону, только тогда у тебя это получится, это не просто, ну попробуй, вот какой диалог, а то, что про обиду вы спросили, и вот, давайте я вам еще раз отвечу, значит, смотрите, когда меня кто-то обижает, у нас реакция обида, и казалось бы, она правомерна, ведь меня обидели, человек живет в контексте сегодня, но он забывает, что он когда-то кого-то тоже обижал, хоть чуть-чуть, а всего лишь пришла сторица, ответь за нее, он этого не понимает, и ты в взаимосвязи между своим преступлением и вот этим наказанием, которое является попыткой, если ты ее осознаешь, попыткой дать тебе искупление, а люди-то этого не хотят, особенно материалисты, им это не вдомнек, зачем, а даже верующие, они говорят, надо прощать, а прощения-то нет, на словах, ну культурный человек же должен прощать, а вот тут эта обида сидит, значит, что получается? Опять же, это тоже лицемерие, то есть лицом меряет, лицо хорошее, а внутри вот эта клубица, как бы тебе тоже желание такое, отомстить, и вот эта клубица день, два, три, она разрушает наше сердце, разрушает печень, а мы так далее, и так далее, поэтому, что должны мы сделать? Вот вам опять в голову, да, лезет, вот это чувство обиды, и в голову лезет, вот с тела и то, это бесы, и тогда у меня логика, какая от света, вот логика тьмы, а вот логика от света, думаю, но ведь я, начиная движение, я хочу быть без греха, обида, грех, почему? Потому что я же тоже не святой, я же тоже когда-то что-то сделал, а сейчас пришла реакция, ответственность, мне надо ее воспринять, это моя вина, следуйте, я ее должен искупить вот так, понимаете? А бесы говорят, да нет, ты че? Там ту-ту-ту-ту-ту, я говорю, нет, моя логика вот такая, а они говорят, нет, она же такая, я говорю, а у меня вот такая, что тут нужно, чтоб их давили? Воля, чего у многих не хватает, они говорят, вот нас спасет и спасет кто-то, я говорю, почему вы не давите, вы не выдавливаете, вот вам логика, знание какого-то закона, в данном случае, какой закон? Закон воздаяния, закон справедливости, по справедливости, если кто-то вас обидел, почему? Потому что вы тоже где-то были неправы, если вы верите в Бога, значит конструкция работает, уважение к закону, следовательно, когда меня кто-то обижает, я говорю, человек этот всего лишь на все инструмент в руках Божьих, в руках Его воли, но я, значит, заслужил все-таки этот элемент, а тогда что получается? Если я сейчас прощу, с меня степишется грех, это же очень полезно для моей души, видите, какая конструкция, это моя логика, а тьма пытается мне вот это все мое мышление разрушить и свое втолкнуть, и вот тут начинается война между волей тьмы и моей духовной волей, и я бы не победил, если бы крестная сила со мной не была, вот я давлю-давлю, где-то вот мне не хватает, и вдруг чувствую поддержку, раз и вытолкнули, если ты делаешь все, что можешь, я говорю, уже показывал, до конца делаешь все, что можешь, тогда воля Божия на твоей стороне, но если ты не делаешь все до конца, воля Божия говорит, лентяи не нужны, ведь Бог видит наш потенциал, Он видит и мой потенциал, и когда я изнемогал, говорю, я не могу больше, у меня нет сил, и чувствую, вот как это, нет у тебя есть сил, я так подумал, подумал, а что это край? Не край, это все нытье, вперед, дави, вот и вот меня заставляли везде быть по максимуму, и только тогда я побеждал, почему? Все, что я вам рассказываю, это выстрадано в личной борьбе, тысячекратно, почему я в этом уверен, это принципы, не просто надо идти в правильную сторону, а идти очень быстро, с максимальной скоростью, тогда зачет, иначе будет не зачет, потому что наша вот эта, немножко ленца, что-то сделать, но немного не доделать, не жить по максимуму, ведь мы миллионы лет спали, и сейчас, когда перед нами духовный Эверест, как его называют, гора Сион, не рукотворный, это же духовная высота, это в Библии имеется, это в виду, и мы стоим у подножия, отставшие, и вдруг надо вот так, как альпинисты, лезть, обдирая ногти и колени, сдирая туда лезть, и Бог говорит, это вы сами виноваты, что вы не в таком режиме поднимались, полого, многие тысячи лет, а сейчас, когда, кажется, зима катит в глаза, вот она, с река за лето красное пропела, давай, цена жизнь твоя, и вперед, мало того, не только наша жизнь, ведь за нами дети, и они будут смотреть, как мы живем, если мы будем их воспитывать, а сами это не делать, они тоже сражение проиграют, вот, и мне очень жаль будет, если, скажем, я на своих детей не смогу повлиять, для нас, нам дороже даже судьба детей, для нормального родителя, чем собственная, вот поэтому, еще раз говорю, логика света, которая опирается всегда на знание законов, и никакая недоморощенная, ни от каких там конкретных толкователей, а вот он, Иисус Христос, вот его цитаты, вот законы, которые нам преподнес Абдуршин, это те же самые законы этого мира, вот, что закон справедливости, который озвучен в Библии, что посеял, то и пожнешь, говорит, я насеял грехи, я же не святой, насеял, а когда искупление приходит, и тебе обидно, что тебя ткнули, или нахамили, или что-то, это всего лишь возмездие за прошлое, и я тогда говорю, я же должен ответить, если честный человек, он должен искупить свою вину, вот и все, и тогда срабатывает конструкция, всего лишь на все, волей надо передавить тьму, все, а их много, они же каждый день к тебе лезут и лезут, а тогда кроме воли, что нужно, терпение, это не на день, не на два, и даже не на год путешествия, на всю оставшуюся жизнь, то есть и воля нужна, и терпение нужна, и вера сильная нужна, тогда ты связь со светом сохраняешь, видите, какие элементы все, я ведь не даром рисую, помните, это шесть пунктов до небес, почему? Потому что хоть один элемент не работает, первое, покаяние, то есть с чего начинается все, что такое покаяние? я не хочу грешить больше, искренне не хочу, только помогите мне встать с коленой и начать работу, все, я каюсь, я прощаю всех людей, которые мне напакостили, от души прощаю, у меня нет к вам, скажем, никаких претензий, почему? я понял, что я такой же, как и вы был, но я вот осознал, и я первый разрушаюсь от всех претензий, не хочу больше никаких претензий, никому, прошу Господи, отнеси им это мое прощение, он умеет это делать, и говорю, и прощаю всех, и прошу прощения у всех людей, которым я нанес какой-то вред, такой моральный, или какой-то еще прошу, пожалуйста, и вот это покаяние было, в 94-м году, мне стало легче вот тут сразу, хотя я не в храме это делал, я просто это сделал дома, один в пустой комнате, дальше вера, есть вера, так называемая априори, то есть нет опыта, а потом, когда через какое-то время, уже год там, полтора прошло, и у меня события начались, в связи с изменением моего отношения к жизни, моя позиция меняется, соответственно, меняться стала и судьба, и когда я многократно увидел, уже во многих и многих эпизодах жизненных, что я совершенно по-другому начинаю иметь судьбу другую, я тогда сказал, только есть Бог, я же вижу, что законы действуют, тогда что, вера приобретает фазу убежденности, это очень важно, и Иисус говорит, живите Словом Божьим, и Абдушин говорит, живите Словом Божьим, оживотворите Слово в себе, в этом суть причастия, в любой религии нормальной, суть причастия в этом, некрасиво говорить, а делать надо, дальше, контроль за мозгом, я назвал это концентрацией, может быть и так, даже не за мозгом, наверное, за рассудком, вот то, что я вам рассказывал, как методику, можете это использовать, или напоминаю, что технологические картинки вот эти, они, мы знаем, что вот, скажем, если я хочу сделать плов, я беру казан, посмотрю, он чистый или нет, ну, на всякий случай, там, пыль протру, потом я туда ставлю на огонь, поджигаю, наливаю масло, знаю уже, сколько есть, опыт есть, потом там, режу мясо, бросаю, смотрю, выпарилась вода, пошел запах, уже жареного, слегка, тогда я могу бросить, лук уже готов, порезал, лук начинает там, желтеть, золотиться, потом морковь, которую тоже шинкуешь, эти, в соломку, смотрю, вот это все уже, становится, как бланшированное, уже все такое, потом сыплю, естественно, соль, там, перец, могу там положить головки чеснока, или айву, в зависимости, какой плов, или такой называемый нут, похожий на горох, который, естественно, на сутки должен постоять, и либо даже немножко подварить его, все туда, потом рис, наливаешь горячей воды желательно, с кипяток, чтобы не остывало, то масло уже, так, дуршлаг берешь этот, и пропускаешь через сито, чтобы не разрушало вот эту вот, массу воды, на два пальца над рисом, вот, и все нормально, когда выпаривается уже все, начинает кипеть, на малый огонь ставишь, потихонечку выпаривается, чувствуешь уже совсем, немножко надо прикрыть крышкой, чтобы допариться, там уже свой опыт идет, вот я рассказываю, я эти образы все вижу, в этот момент тьма бессильна, потому что между технологическими, вот этими эпизодиками, они никак не могут влезть, слишком плотно, образы, понимаете, в чем суть, слишком плотно, образы один за другим идут, а образы эти, это не мышление, это скорость выше, образное мышление немножко на другой скорости работает, плюс поддержано крестной силой, вот и все, и в этом как раз я создаю экран против натикания бесов, они не могут пробиться ко мне, и когда я окреп, примерно через полгода мне это уже не понадобилось, то есть мой дух выбрался из челанчика, окреп, воли стало больше, законы были хорошо осознаны, я их стал применять, логику, и все, я, как говорится, первые победы добился, я стал самостоятельным и независимым и приобрел убежденность, а когда убежденность, это другое, никто меня теперь не свалит с этой лошади, все, вот это вот контроль за рассудком, говорю, почему, он очень важен, ибо нигде вы этого не получите, сколько я не пытался в разных, я же ведь первые года, два-три, ходил по всяким эзотерикам, слушал их, ходил по сектам, ходил по храмам, разговаривал со священниками, даже с теми, которые формировали свою церковь, как вот, а там неправда, все свое, смотря, он тоже самое говорит, он просто карьерист, и хочет в свои 30 лет уже, наверное, патриархом стать, это просто, как бы эти люди, которые не за совесть идут туда, дальше, вот наличие воли, есть вера, есть воля, есть контроль за мозгом, есть искреннее покаяние, есть терпение, дальше, есть смирение, смирение, это что такое, это познание закона воздаяния, если я принимаю тот день со всеми его неприятностями и радостями, я говорю, мне этот день положен, я ничего не требую, как вот он есть, так есть, почему я другого не заслужил, ибо я помню Христа, который сказал, не ищите во что одеться, чем питаться, так поступают язычники, ищите Царство Небесное, столь оно приложится, ибо Отец Небесный знает все ваши нужды, и Он прекрасно знает мои нужды, и я ничего не прошу, когда мне чего-то очень уж надо, говорю, Господи, дай мне больше работы, мне больше ничего не надо, не прошу денег, не прошу там еще что-то, работы, я отработаю, буду пахать месяц, не поднимая головы, но я с его добьюсь, и так всегда было, меня слышат, у меня получается, почему, потому что я честен, на этой дороге я честен, я говорю, я это делаю, если я что-то не могу, я говорю, этого не могу, если я что-то не знаю, я говорю, этого не знаю, а что тут особенно, Если нет тщеславия, а что мне перед людьми кичиться? Естественно, много чего не знаю, чего, может, кто-то из вас знает. Мы разные профессии имеем, разное прошлое, разные отношения к каким-то и даже к ценностям культуры. Кто больше в музыку уклоняется, кто в живопись, кто еще куда-то, кто имеет какие-то интересные хобби, кто великолепно разбирается в истории или в литературе. Естественно, что я не могу все это объять. У меня есть там немножко этого, немножко этого, немножко этого. Я смотрю, как формировалась моя жизнь, я чувствую, что меня к этому готовили. Сколько раз в жизни шли провалы, что бы мы ни делали, как бы я ни зарабатывал, у нас талантливое государство все это отнимало какими-то реформами, какими-то девальвациями, чего только не было. И каждый раз надо было подниматься и начинать все с нуля. И вот именно, когда я вот начал уже понимать, а почему у меня такая жизнь была, я думаю, так во мне эту волю-то и воспитывали. Как видите, оказалось, что вот мне не везет, мне постоянно не везет, нашей семье не везет. Оказывается, смысл жизни, смысл вот таких испытаний был в чем? что я накопил главные составляющие, волю и терпение. Они во мне были выкованные в этой жизни очень серьезно. И когда я думаю, кажется, мудрость проведения создавала мне и вам, наверное, во многом. Поэтому кивать на то, что вот не везет или очень плохо, не надо. Главное, иметь правильную позицию, в том числе и к неприятностям. Я сказал, оказывается, мне все это было крайне полезно, ибо добро есть высшая мера полезности. Если человеку это полезно, значит, это хорошо и здорово. Иногда даже чем хуже, тем лучше. Скажем, мы в социуме, мы не уходим в отшельники, а в социуме нас долбит и долбит со всех сторон. Люди какие-то еще, обстоятельства. И что мы должны? Мы не должны проигрывать, мы не должны унывать и обижаться на все это, потому что мы все это заслужили. И когда вы занимаете эту позицию, и улыбаетесь, и можете поиронизировать в отношении себя, я очень часто смеюсь. Мы все время в компании где-то, мы смеемся и смеемся, потому что бесы боятся смеха, боятся этой искренней радости, которую ничем невозможно задушить. Они бесятся вокруг эти стада копытные, и они не могут ничего сделать. Потому что если ты с Богом, ты первый пошел с Богом и делай все, что может, тогда и Бог с тобой. А тогда ты непотопляемый, ты непобедимый, как человеческий дух. Помните об этом всегда? Никогда не надо унывать. Потому что уныние – это тоже форма. Вместо того, чтобы бороться, уныние – руки вниз, все, я выдохся, нет у меня сил, жизнь такая плохая, ничего не везет мне, за что же мне такое, ну почему мне такое? А человек забывает, что ты сеял, унылый товарищ, то ты и пожинаешь. Поэтому что ты унываешь? Твое уныние – есть тоже обвинение Господу Богу, что мир, Господи, твой неправильный, мне здесь в нем жить плохо. И человек забывается, он сам строил свою судьбу. Мы все одинаковы перед законом, все одинаковы этим законом ведомы, только один хочет эти законы осознавать, а другой не хочет эти законы осознавать. Ну тогда что? Воля твоя, закон выбора срабатывает, не хочешь – не иди. Есть какие-то вопросы еще? Да. – Юрий Николаевич, вы давали свидетельствовать цель? – А? – Цель. – Ну еще какой-то, значит, не сказал. Цель, да, вот вы правильно сказали, что цель, ее даже вот перед контролем надо, потому что если есть цель духовная, она номер один, вот номер один цель – Дух. Где богатство твое, там и сердце твое. Потому что человек – такое существо, которое будет обслуживать главную цель своей жизни. Если вы в кого-то влюбились, у вас вся голова и ваши чувства все забиты этим. И вам так хочется вот с этим человеком быть вместе. Это все, у вас все существо, как вот и грудь, и ноги, и туда несут уже. И вот вы все это обслуживаете. Вот примерно у нас то же самое, должно в отношении Духа быть. Сколько раз я вот эти годы, особенно первые годы, я думаю, да что ж так вот, все валится, все. Вот я понимаю, что испытание, ведь я пошел, естественно, сопротивление вот этих туч, бесов, оно достаточно серьезное. Меня давит, мне там формируют какие-то неприятности и так далее, и так далее. Где-то болезни какие-то пристают. А я должен, когда обдирая бока об эти колючки, идти вперед, не останавливаясь. И тогда так думаю, да что ж такое. Вот что происходит? И так начинаю анализировать. Да, вот тут убытки, там не получается, близкие меня не понимают. Ну что же сделаешь? Значит, надо потерпеть. Может быть, они когда-то и поймут. Не поймут, значит, пойдут, все равно пойду дальше, не останавливаюсь. И думаю, а главное-то что? Я чувствую, что у меня духовная эта составляющая растет. А это главное. Тогда скажу, все нормально. Главное, что моя душа крепнет, очищается от прошлого всего. А следовательно, все хорошо и здорово. И получается, чем хуже, тем лучше. Да, мне тяжело. Каждый день, какое избиение идет эти первые, особенно, месяцы. Но зато я-то постепенно выбираюсь из этого болота. Это может быть человек, если он искренне душой это чувствует и знает, тогда остальные все неприятности земные не становятся столь значимы, потому что они не столь важны для жизни. Мало того, они еще имеют искупительный элемент. Правильно? Ведь если я, допустим, за неделю принял одну неприятность или там еще что-то, я искупил. А если у меня каждый день по 10-15, там, 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 и я правильно их парирую, как вот в пинг-понг играешь, ракетка-то, от этих, от этих, от этих, от этих. И я говорю, я на вас не обижаюсь, я вас не боюсь, я вас не раздражаюсь, и вы ничего со мной не сделаете. И вот так каждый день много раз. Что происходит? Я не один грех искупил за неделю, а каждый день по 10-15 искупаю. Следовательно, мой поплавок взлетает вот так. А если человек мало работает и мало у него жизненных эпизодов, он едва-едва поднимается. Но я же, когда начинал, я просил, господи, я хочу максимальной скорости. А мне говорит, выдержишь? Я говорю, ну, постараюсь. И началось это все. То есть, мое желание было учтено. И когда спрашивают, ну, как? Я говорю, я согласен. Нормальный режим. Потому что, если ты хочешь побороться не только за себя, а и за других, ты должен очень серьезно обогнать многих и потом потащить за собой, как бы лыжню проложить. Давай, пойдемте. Эта лыжня испытана. Тут ни пеньков нет, ни камней нет, ни ям, ничего. Вот здесь идти можно правильно и быстро. Давайте. Вот это моя задача была. Спасибо, Гуля, что вы напомнили. Важный элемент очень. Если цель человека не главная, духовная, ничего у него не получится. Нет покаяния, не получится. Нет веры, тем более, не получится. Цель не духовная, не получится. Контроля нет, не получится. Воли терпения не хватает, не получится. Смирения нет, нет разгрузки грехов. Ибо в храмах нам угудшат, что грехи искупают. Смирение, вот ее проверил я и многие другие проверяют. Только смирением, то есть, прощением других людей, мы искупаем собственные грехи. Сам человек, в его руках этот процесс, ни в чьих других. Никакой священник вам ни одной пылинки не может отпустить, потому что сказано, что ты пожнешь, что ты все и пожнешь. Оно так и есть. А раз когда-то появился на земле первый грех какие-то миллионы лет назад, кто-то первый из пророков пришел и сказал, мы, допустим, помним последнего Авраама, может, до него еще кто-то был, я отслышал, Мелхиседек, наверное, был тоже какой-то пророк, вот пришли и сказали, вы грешите, что сеете, то и пожинаете. А у него спросили, а как же искупать? Ну, сейчас, допустим, я не буду делать грехов, а прошлое как? А прошлое искупается, кому вы будете прощать, того и Господь простит. Раз дана была формула ответственности, в том числе, дана была формула искупления, и она и в Новом Завете есть, пожалуйста. Я говорю, что исследовать историю христианства и прочих религий, я и Кораном занимался, и там, и Ветхий Завет, и встречался и с раввинами, и с муллой разговаривал, разговаривал с католическими нерядовыми священниками. У меня этот процесс шел, формирование, я пытался понять, где правда, это было, первые годы шли, вот, и потом стал понимать, что любая религия, если найти в ней истину, вот, ключ, она может тебя привести, вот, может, не всякое, но, я говорю, направлений-то много, но главное, что в основе всего лежит человеческая позиция. Ты человек виноват во всем своем провале, вот, и тебе вставать с колен, и тебе начать действовать, всего лишь навсего единственный враг у тебя, лень и твой рассудок, все, нет у тебя других, врагов, не ищи их, ни в какой нации врагов, ни в каких там государственных структурах, и даже церковь не вината в твоем провале, потому что ты можешь пойти, и церковь тебе не мешает идти делать себя человеком, кто тебе мешает? Никто, кроме твоей лень и рассудка, все, вот тебе инструкция, давай действуй, почему, когда мне спрашивают, вот тут, вот тут, я говорю, я выдал вам инструкцию, я вам все рассказал, все, крещение есть, есть, что вам еще надо, вы соединены с крестной силой, и вы абсолютно четко знаете совершенно простую теорию, что вам еще надо для работы, ну, когда тяжело и наваливается на вас, позвоните, я помогу, ну, когда лентяи начинают на меня грузить и грузить, я говорю, ну, тащить вас в Царство Небесное никто не будет, потому что я медвежью услугу вам окажу, потому что мы подойдем к краю пропасти, а вы собственными ножками не научились ходить, потому что вы слабы, и я, получается, вас обману своей излишней помощью, ваши мускулы духовные должны набирать силу, я говорю, поддерживаю, и любой учитель, если вас учит, он не будет за вас все задачи решать, он вас даст, вам даст, как это называется, типовую задачу, и скажет, вот эта вот задача решается вот так, вот есть такие варианты, и такие, и такие варианты, а теперь возьмите из учебника, и вам еще вот такую задачу, вот решайте дома, типовая, давай, а ученик приходит, ой, да я не могу ее делать, значит, напрягаться не хочешь, ну, то, что, да, двоечка тебе, все, здесь то же самое, только двойкую, оценку-то не я буду ставить, какие вопросы еще, да, несколько чисто, практический вопрос, вот, хочется, так сказать, быть в содружестве с природой, в гармонии с природой, ну, понимаешь, что каждый день своей жизни ты используешь либо пластик, либо химикат, то есть, ты уже не можешь выбраться из системы, потому что ты вынужден, ты в системе, ты вынужден использовать это, вот вопрос, расстраиваться по этому поводу, как-то, ты пытаешься уменьшить, конечно, количество, там, сдаешь нам пластик, и так далее, но вот, в целом, расстраиваться по этому поводу, ну, вы сами ответили, что по возможности надо сокращать все это, не надо выбрасывать никуда, по крайней мере, уж собрать, именно в тот нужный контейнер все бросить, пластик, к пластику, стекло, к стеклу, бумагу, к бумагу, к бумаге это и есть, ну, хоть какой-то посильный вклад, хотя сейчас, я знаю, что идет такое поветрие в Европе, что сокращать пластик, начать бумагу, опять к этим, к этим, к возикам возвращаться, ну, в принципе, это нормально, вот только люди к этому, к сожалению, не готовы, что еще? Ну, в принципе, может быть, их достаточно, да? Ну, нам для этого камера не нужна, правильно? Потому что мы сейчас будем сидеть молча, и что же камера будет снимать? Наши задумчивые лица, иногда с закрытыми глазами, напугать можем. Я когда учился лечить людей, то я всегда вижу, вот если сканирует человека, я вижу это с открытыми глазами. Попытка с закрытыми, ну, можно тоже что-то, но я старался учиться быть с открытыми, потому что, представляете, вы пациент приходит, садится, можете меня подлечить, я говорю, сейчас. Я даже не замечу, как он выскочит. Поэтому давайте, можете отключать все. Субтитры создавал DimaTorzok, Продолжение следует...